Эмма Раббе, Роберто Матеос, Роберто Мол, Даниэль Луго и другие в фильме Королева Сердец. Автор сценария Умберто Кико Оливьери, Марко Тулио Сокорра. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Это еще как посмотреть. Вот именно. Мы только что получили ответ на поданную апелляцию на владение землей в пользу Сантьяго Пороса и Марлены Паэс. Мы пришли, чтобы от их имени вступить в законные права. Мы знаем только, что Марлены Паэс исчезли из больницы в Матурине. Сантьяго и Каталина в отчаянии. Везде ее ищут. И ничего, мисс Алина, ничего. Бедняжка Марлена. Она, наверное, в отчаянии. Представь, вот так потерять ребенка. Лишь бы ее нашли, и с ней все было в порядке. Фуэте, а как она пропала? Ты волнуешься за Марлены Паэс? Конечно, я волнуюсь за нее. Все, что случилось с Марленой, ужасно. Она заслуживает лучшего. Но ведь ты ее ненавидел. Правда, признаю. Но не думай, что я этим горжусь, Фуэте. Это было в прошлом, когда в моей жизни не было смысла, и мне не за что было бороться. Если честно, Марлена всегда боролась. Она достойна самого лучшего в этой жизни. В том числе и любви Сантьяго? В том числе и его любви, Фуэте. Сантьяго достоин любви Марлены. Я всегда, всегда это знала. Это правда. Знаешь, что я тебе скажу? Ты меня беспокоишь. И очень сильно. Почему Фуэте? Потому что ты всю свою жизнь можешь провести в ожидании любви человека, который все дальше и дальше от тебя удавляется. Тем более сейчас, когда он станет одним из самых богатых людей в стране. Фуэте сейчас, может быть, и нет. На него столько всего навалилось. Но я научилась ждать. Знаю, ты прав, он выше меня. Но я буду достойна его. Я добьюсь того, чтобы он смотрел на меня, как на равную. Смотрел мне в глаза. Пока он не поймет, что ему нужно только одно. И я дам ему это. Бесконечную любовь. Из-за вас у нас много проблем. Знаете, из-за меня? Да, из-за вас. Женщина, которую вы привезли, вовсе не сары, Будьерас. Это Марлене Паес, модель. Скажите, как мне теперь выходить из этого положения? Вам лучше успокоиться. Таким тоном со мной не разговаривайте. А то я начну нервничать, и будет хуже. Вы нас обманули. Хотела сохранить репутацию Марлене. избежать очередного скандала. Она начала принимать наркотики. Вот что я вам скажу. Это психиатрическая клиника, а не наркологический центр. У нее было много нервных срывов, и она совершила много безумств. Можете сами в прессе почитать. Вы видели, в каком она состоянии. Поэтому я привезла ее сюда, под другим именем. Так знаете, ее опять искали. Ее муж и ее подруга. Они едва не обнаружили ее. Надеюсь, вы не стали называть моего имени. Сюнерита, я вас предупреждала. Вся ее семья должна быть согласна с решением. Похоже, они не согласны. А мне за все это отвечать? Я друг семьи и подруга Марлены Паэс. Вы не имели права помещать сюда эту женщину. Я вам уже говорила, сбавьте тон. Я с вами спорить не собираюсь. Никто еще не забыл о том, как в этой чертовой клинике умерла моя мать. Кстати, по вашей халатности. Что касается Марлена, пути назад нет. Вы скомпрометировали себя так же, как и я. Все понятно. Не сейчас. Потом. Сейчас одно на другое накрутилось. Много шума поднялось. Много шума поднялось. У нас слишком много проблем, Сюнье Рита, чтобы закрывать глаза на такие вещи. Только представьте, у нас нелегально оказался такой известный человек. Нет. Я сейчас позвоню владельцам клиники. Они должны знать, что здесь происходит. Вы никому не будете звонить. Что вы делаете? Вы никому звонить не будете. Или вы хотите, чтобы я позвонила в коллегию медика и посообщила, что вы работаете в этой клинике директором? Не думаю, что кто-нибудь обрадуется, услышав, что врач, убивший двух пациентов по своей халатности, продолжает здесь работать. Я знаю цену всему, что находится в игре, когда что-то делаю. Вы ненормальный человек. Вы... Вы больны. Знаете, у вас с головой плохо. Как? Как... Делайте, что хотите. Давайте. Звоните хозяевам клиники, давайте. Звоните, кому хотите. А я в это время позвоню в полицию, сообщу о похищении моей подруги, знаменитой топ-модели Марленна Паэс. Ну, хорошо. Что вам нужно? Субтитры сделал DimaTorzok Здравствуй, Марленна. Кульетты здесь нет. Сколько тебе одно и то же повторять? Пожалуйста, Северина, мне надо с ней поговорить. Ее нет. Нет ее. Тогда скажи, где она? Пожалуйста, Северина, я тебя прошу. Она в доме своего отца. В доме Рамира Вегаса? Что она там делает? Откуда я знаю? У папы гостит. У отца? Не там ли живет и этот идиот Жан-Поль? Сколько можно, Федерико? Сколько это будет продолжаться? Сколько ты будешь ревновать с Кульеттом? Ты, жена, ты человек, черт побери. Неужели не понимаешь? Люди будут думать, что она твоя любовница или вообще не знаешь что. Тебе, Аниту, не жалко? Хватит, Северина, не надо, никто. И ты тоже не понимаешь, что у нас с Хульеттой происходит. Я точно ничего не понимаю. Может, ты мне наконец-то объяснишь, что же на самом деле происходит? Забудь, хорошо. Забудь. Федерико, куда ты? Кроме Равегасу, мне нужно найти Хульетту. Куда же еще? Федерико! Федерико! Луиса и Лена. Это ты? Да, успокойся, Марлена. Конечно, это я, Луиса и Лена. Вытащи меня отсюда. Боже мой, что они с тобой сделали? Вытащи меня отсюда. Ты должна мне помочь, Луиса и Лена. Вытащи меня отсюда, пожалуйста. Все, что угодно, прошу тебя. Ты права. Сантьяго хочет меня уничтожить. Это он привез меня сюда. Это он меня здесь запер. Успокойся, успокойся, Марлена. Ты не одна. Я ничего никому плохого не сделала. Ты должна вытащить меня отсюда. Ты должна меня вытащить. Луиса и Лена, Сантьяго хочет меня уничтожить. Сантьяго хочет меня убить. Сантьяго, негодяй. Ради всего святого, помоги мне. Больше никто не сможет мне помочь. Вытащи меня отсюда, хорошо? Нет, не уходи, не уходи. Успокойся, я не ухожу, Марлена. Никуда я не уйду. Наоборот, я пришла за тобой. Ты, Сантьяго, Ты была права. Сантьяго, сын Фульхенсио Круса. Он хочет меня убить. Он хочет меня убить. Так же, как его отец убил мою семью. А мы ничего ему не сделали. Пожалуйста, помоги мне. Ты должна мне помочь выбраться отсюда. Ты не знаешь, что это такое. Успокойся, успокойся, Марлена. Конечно, я знаю, что это такое. Это я открыла тебе глаза на угрожающую тебе опасность. И еще я знаю, что Каталина, которая называла себя твоей подругой, на самом деле соучастница Сантьяго. Успокойся, Марлена, ты не одна. Я пристально следила за тобой. Я тебя отсюда вытащу. Конечно, я тебя отсюда заберу. Хочешь кофе или воды? Нет, ничего не надо, Катя, спасибо. Спасибо. Знаешь, о чем я думал всю дорогу, Катя? Я поеду в Каракас и буду там искать Марлена. Где там ее искать? Откуда я знаю, Катя? Не знаю. Куда может отправиться женщина, если ее жизнь разбил мужчина? Ты бы куда поехала, Катя? Сантьяго, о чем ты спрашиваешь? Я здесь именно по этой причине. В данный момент Марлена могла отправиться куда угодно, только не в Соломон, Катя. Сантьяго, ты должен был сказать Марлене, кто ты такой. Если бы она узнала, она бы отвернулась от меня. Ты не виноват в том, что сделал твой отец. Знаю. А знаешь, что самое несправедливое? Мой отец не имел никакого отношения к убийству. Что? Откуда ты знаешь? Мисаэль Флорес сказал мне об этом перед смертью. Он и еще двое, которые тоже уже мертвы. Это они убили родителей Марлена. Мой отец не имел к этому никакого отношения. Он даже ничего не замышлял. Он ничего не делал. Сантьяго, почему ты этого не сказал Марлене? Она бы мне не поверила, Катя. Очень просто говорить о том, что тебе рассказал умирающий. Ни тебе доказательств, ни тебе свидетели. Она бы мне не поверила. Ты видела, что с ней стало, когда она узнала, кто я такой. Сантьяго, думаю, лучше подождать, пока Марлене не придет в себя и не даст о себе знать. Нет, нет. Я переверну всю Венесаэлу с ног на голову, но я найду ее, Катя. Я буду говорить с ней, глядя в глаза, умолять, чтобы она мне поверила. А если после этого она будет меня ненавидеть, я смогу забыть ее навсегда. Хульетта! 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 Водка! Как поживаешь, Федерико Сантос? Ты случайно пистолетик свой не принес, как в тот раз, чтобы в меня опять выстрелить? Нет? Лист готова. А что я скажу Федерико, когда он у меня спросит, что это? Ладно, теперь свечи. Эти свечи защитят тебя от зла, Федерико. Пускай зависть и дурные намерения не коснутся тебя. Пускай твои враги видимые и невидимые не причинят тебе зла. Хоть бы это сработало. Господи, помоги. Федерико! Что-то ты сегодня не в форме, да? Отпусти! Ты его убьешь, отпусти! Не лезьте, сеньорито! Не толкай меня! Отпусти его! Прошу тебя, отпусти его, батуты! Сантьяго Порос настоящая крыса. Как только к нему в руки попали документы на право собственности, он сразу руку прочинул, чтобы земли себе забрать. У нас три против двух, Маскера. У него все было рассчитано. Едва он дождался перевеса, сразу начал хлопотать. О чем ты говоришь, Рамира? Главный удар нам нанес этот одноглазый. И все законно. Все законно! Судья, адвокат. Да, но если он думает, что Рамира Вегас останется сидеть сложа руки, то он ошибается. Вот теперь он узнает, что случается, если разворошить осиное гнездо. Рамира, в конце концов, наши дела не так уж плохи, верно? Слава богу, тебе пришло в голову продать земли этой чокнутой Луисе и Лене Андуеса. Все неприятности падут на нее, а не на нас. У нас остались акции и компании. Мы ничего не потеряли. Не будь таким наивным, Маскера. Сантьяго знает, что Адила и я имели отношение к смерти Фульхенсио Круса. Он не будет сидеть сложа руки. Маскера, пожалуйста, оставь нас одних. Нам с этим человеком надо поговорить. Хорошо. Потом поговорим, Маскера. У меня есть официально заверенное заявление одного жулика, дешевого воришки. Так вот, этот вор запчастей по имени Альфреда Акуния пишет, что два человека продали ему Мерседес Марлене Пайлс. Так вот, эти двое негодяев готовы дать показания против тебя. Так что кончился твой праздник, Рамира. Ты пойдешь в тюрьму за попытку убийства Марлене Пайлс. Королева Сердец Матута, прошу тебя, ты же его убьешь. Хватит, не надо. Хватит, Матута, перестань. Без своего пистолетика ты не боец, да? Сейчас я тебе покажу, что такое удар в живот. Ты из меня ни слова не вытянешь. Что значит показания каких-то жалких преступников средней руки против моего слова? Твои мерзкие кости окажутся в конце концов в самой плохой тюрьме, в самой ужасной камере, какие только найдутся в этой стране, потому что ты вонючая крыса. Не надо заблуждаться от дела. Ни в какую тюрьму я не попаду, потому что я умею устраивать свои дела. Я не дурак и не слабоумный, как ты. На этот раз расчеты тебя подвели, Рамира Вегас. Потому что те двое, которых ты нанял, чтобы они разделались с Марленой Пайес, уже все рассказали. И со всеми подробностями. И самое отвратительное, из всей этой компании, Альфредо Акуни, готов продать даже душу собственной матери, лишь бы выпутаться из этой истории. Так что ты по горло увяз, Рамира Вегас. Они ничего не могли обо мне рассказать, потому что я к этому делу никакого отношения не имел. Они все рассказали. Я сам лично позабочусь о том, чтобы вся ответственность перед законом пала на тебя. Вот как. А за смерть старого Флореса ты сам будешь платить? Потому что это на твоей совести от дела. Ты в него выстрелил или ты забыл? Я ничего не забыл. И я отвечу за это преступление. И за все те, которые совершал прежде. Я уже покаялся перед Господом, а теперь мне надо все уладить с людьми. Папа, папочка, Матута сейчас убьет Федерико у тебя дома. Пойдем скорее, пожалуйста. Не двигайся. Если мой сын попал в руки Матута, только я смогу его спасти. Я хотел тебя видеть. Понял? Ну что, где тот петушок, что в меня стрелял? Где? Ну? Так где же он? Давай, защищайся. Не можешь ничего сделать? Ну в чем дело? В чем дело, приятель? Ты пошел? Что это такое? Ты занялась колдовством? Нет, нет, это не колдовство. Это защита Федерико. Защита нашего брака. Анита. Я знаю, в чем дело, дорогая. Я знаю, иногда человек готов на все, лишь бы спасти свой брак. Но все это очень глупо, солнышко. Знаете, сеньора Солома, дело в том, что... Анита, дорогая, я это пережила. Поверь, это не помогает. Думаю, помочь может только одно. Но можно любить, потому что только большая любовь может вычеркнуть предыдущую любовь. Но я очень люблю Федерико. Разве вы не видите, что этого недостаточно? Этого должно хватить, Анита, должно. Думаю, Федерико влюбился в Хульетту, потому что знал, что эта любовь не может состояться. Это удивительно, но если нам запрещают любить, какая-то сила постоянно толкает нас навстречу этой запрещенной любви. Я все это пережила. Поверь, ни свечи, ни зелья, ни вон та штука, что ты повесила, не могут сделать то, что может сделать твоя любовь. Все бессильно перед любовью. Не знаю я ничего. Не знаю. Вы уж меня простите, но я все сделала, что в моих силах, чтобы Федерико забыл о Хульете. Вот теперь я тебя точно убью, негодяй. И пойдешь вместе со мной прямо в ад. Так вот, сосунок, сейчас я научу тебя просить прощения. Федерико! Федерико! Ударь меня, раз ты такой крутой негодяй. Федерико! Федерико! Федерико, любимый, он весь в крови, пап, он жив? Хульета, позови доктора Кармона, быстрее! Быстрее! Бегу, уже бегу! Вы уверены, что чувствуете себя хорошо? Я не хотел вас беспокоить, я думаю, вам не надо было вставать с постели. Это сущие пустяки, гриб. Вот что свалило меня с ног, но я устала лежать в кровати. Я привыкла работать, всегда что-то делаю. Я преклоняюсь перед крепостью вашего духа, Салвенция. Вы, жительницы этого городка, сильный дух. Мы не позволим себя сломить. Совсем как Марлена. Марлена. Вы не представляете себе, как я хочу ее найти. Я чувствую, чем больше времени проходит, тем меньше у меня шансов найти ее. Ну, что ты. Никогда нельзя терять надежду. Я пришел не для того, чтобы надоедать вам своими проблемами. Я пришел, чтобы попрощаться с Салвенцией. Пришел поблагодарить за вашу любовь, за вашу поддержку. Поблагодарить за то, что вы рисковали своей жизнью ради меня. А чего ты от меня ждал? Чтобы я осталась стоять и смотреть, как эти люди совершают над тобой самую жестокую несправедливость на свете? Вы могли умереть, пытаясь защитить меня. Когда я увидел вас там, лежащей на траве, раненую, я вдруг понял, насколько вы для меня важны. Вы не представляете, каким бессильным я чувствовал себя в тот момент. Ты хороший человек, Сантьяго. Ты должен жить с женщиной, которую любишь. Поэтому, сынок, найди Марлене. Ищи ее, не останавливайся. Я знаю, она сделает тебя счастливым. Если бы у меня был сын, я бы хотела для него в жены Марлене. Ты уже успокоилась? Хорошо. Тебе нужно быть сильной. Понимаю, все, что с тобой происходит, ужасно. Я понимаю, почему ты влюбилась в Сантьяго. Потому что я тоже попалась в его ловушку. От нас он хотел только одного. Завладеть Соломоном. И он этого добился. Сантьяго. Сантьяго. Сантьяго заполучил документы на право собственности, в которых указано, что ваши отцы являются хозяевами земель Соломона в равных долях. Так что существует законное доказательство того, что ты тоже владеешь этими землями. Паритмон на тебе женился. Поэтому он запер тебя здесь, чтобы оставить все себе. Пусть он себе все заберет. Мне ничего не нужно. Мне не нужны эти земли. Скажи ему. Пусть только заберет меня отсюда. Пусть вытащит меня отсюда. Тихо, Марлен. Успокойся. Ты не должна отказываться от того, что тебе принадлежит. Ты не должна допустить, чтобы этот негодяй добился своего. У этого человека нет совести, Марлен. Он сделал так, чтобы Каталина поверила, что ты сошла с ума. Естественно. Ее эта новость только обрадовала. Я уверена, Марлен, что ей тоже нравится Сантьяго. Я ее понимаю. Исчезновение Марлены меня очень расстраивает, мисс Алина. Я даже не знаю, где мне ее искать. Но я переверну весь Каракас с ног на голову, но я найду ее. Не знаю, останется ли она после всего этого со мной, но, по крайней мере, я буду знать, что с ней все в порядке. Надеюсь, тебе повезет. Если я смогу чем-нибудь тебе помочь, звони мне. Теперь, когда уже ни для кого не секрет, что я сын Фулькенсио Кросса, а ты нашла бумаги на владение землями моим отцом, я после того, как вернусь, хотел бы поселиться в доме отца. Не волнуйся. Мы с Молчаном позаботимся, чтобы все было в порядке. Вы оба удивительные люди, мисс Алина. Не знаю, как мне отблагодарить вас за все, что вы для меня сделали. Вы вернули очень важную для меня часть моей жизни. Ладно. Мне пора уходить. Ты уверен, что с тобой все будет хорошо? Хочешь, я поеду с тобой? Нет. Я должен сделать все это сам. Но твоя нежность, твоя верность, твое благородство, мисс Алина, твоя красота будут сопровождать меня всегда и поддерживать мою веру. Надеюсь, этот поцелуй будет с тобой и приведет тебя обратно сюда. Марлен, ты должна научиться смотреть на Сантьяго, как на своего врага. Знаю, проще сказать, чем сделать. Но тебе нужно предложить усилия. Тогда все станет намного проще. Смотри, если мы объединимся, мы сможем сделать так, чтобы Сантьяго ответил за преступление, которое он совершил по отношению к тебе. Потому что запереть тебя здесь – преступление. Но он твой муж имеет право на тебя. Мне нужно выйти отсюда. Сантьяго хочет меня убить. его только одно волнует – амбиции, деньги. Помоги мне, пожалуйста. Помоги мне, Луис и Эляна. Помоги. Конечно, я тебе помогу, Марлена. Я сделаю все, что в моих силах, хорошо? Но мы должны быть осторожны. Если Сантьяго узнает, что я тебя нашла, он может тебя убить. Нет. Нет, пожалуйста, помоги мне. Помоги, Луис и Эляна, помоги. Помоги. Успокойся, Марлена. После того, как я догадалась, какую игру ведет Сантьяго, а потом смогла найти тебя, я подумала о том, как заставить Сантьяго ответить за все то, что он тебе сделал. Я уверена, он достоин доказания. Да. Да. Я сделаю все, о чем ты меня просишь. Все, что ты скажешь. Вытащи меня отсюда. Есть только один способ спасти тебя, Марлена. Ты должна дать мне доверенность на управление твоей частью земли. Так как Сантьяго волнует только это, я заставлю его забрать тебя отсюда в обмен на земли. Ну же, подпиши. Нам нельзя терять времени. Подпиши, и ты окажешься на свободе. Возьми. И подпиши. Давай. Давай, давай. Понимаешь? Не знаю. Сантьяго. Сантьяго нужны земли. Да. Именно это ему и нужно. Он хочет получить земли и хочет меня убить. Поэтому ты должна мне помочь. Ну, конечно, Марлена. Он не успокоится, пока не уничтожит тебя. Поэтому тебе нужно подписать мне доверенность, чтобы я могла противостоять ему. Если я подпишу доверенность, что мне это даст? В документах на собственность есть такой параграф, в котором сказано, что если один из владельцев умирает, второй наследует все. Вот почему ты здесь заключена. Боюсь, Марлена, если ты это не подпишешь, Сантьяго долго раздумывать не будет. Он сделает так, чтобы ты здесь умерла. Доктор, прошу вас, поторопитесь. Федерико потерял много крови. Давайте, быстрее. Где он? Где он сейчас? Косемира, вставайте. В чем дело? Что происходит? Поторопитесь, доктор, прошу вас. Давайте, быстрее. Вставайте, вставайте. Давайте, быстрее. Ну что это такое? Давайте, быстрее. У нас нет времени, Косемиру. Пойдем. Ты даже себе не представляешь, дурак. Что ты натворил? У человека есть право защищаться, верно? Слушай меня внимательно, негодяй. Если с моим сыном что-нибудь случится по твоей вине, я вернусь и лично прибью тебя, как собаку. Федерико. Федерико, скажи что-нибудь. Спокойно, парень. Спокойно. Все хорошо. Уйди отсюда. Отойди от моего сына. Успокойся, Адима. Не надо навнетать. Сейчас врач придет. Отойди. Папа. Сынок. Не волнуйся. Твой папа уже здесь. Все будет хорошо. Скажи мне, как ты себя чувствуешь? Что у тебя болит? Где у тебя болит? Ноги. Ноги? У тебя болят ноги? Нет, папа. Это единственное, что у меня не болит. Что со мной, папа? Я не могу пошевелить ногами, папа. Папа. И тогда Сантьяго оставит меня в покое, верно? Да. Теперь он поверит, что ты распоряжаешься землями и оставит меня в покое. Он заберет меня отсюда. Да? Да, Марлена. Сантьяго оставит тебя в покое. А я очень скоро за тобой приду, хорошо? Скажи, Сантьяго, скажи, мне все равно, пусть все забирает, пусть заберет все земли, я ему отдам. Мне это не нужно. Но скажи, скажи ему, что он жалкий человек. Если раньше я любила такого человека, то теперь он мне противен. И еще скажи ему, несмотря на все деньги и на всю власть, которую он сможет себе добыть, он никогда не будет счастлив. Потому что человек, который даже именем Господа прикрывался, никогда не ощутит покоя в своей душе. И несмотря на то, что я тогда так хотела ребенка, скажи ему, что я благословляю тот день, когда его потеряла. Потому что Бог жалился надо мной и избавил меня от ребенка, такого жестокого и лживого человека, как Сантьяго Порос. Я ему скажу, Марлена. Я подпишу и оставлю тебе эти документы, чтобы ты занимался делами, пока я буду в Каракасе и Спириту. Не волнуйся, я всем займусь. Ты подписал мне доверенность, так что я могу вести твои дела без всяких проблем. Возьми, Сантьяго. Здесь я написала те места, куда Марленя могла бы поехать. И имена людей, которые могли ее видеть или разговаривать с ней. Надеюсь, это тебе хоть как-то поможет. Ладно. По крайней мере, у меня теперь есть с чего начать. Это уже кое-что, Катя. Если я найду Марлена, я постараюсь сразу привезти ее сюда, чтобы она смогла вступить во владение своими землями. За это не беспокойся. Суд уже объявил ваше право на владение скважиной. Уверен, когда вы вернетесь, все уже будет оформлено и в порядке. Сантьяго, сделай все возможное, чтобы найти ее. Катя, если Марлена в Каракасе, я ее найду. Если моя любовь не убедит ее приехать, тогда надо ее убедить, чтобы она приехала вступить в права владения землями. она сможет заново начать свою жизнь, пусть даже без меня. Как ты мог со мной так поступить, Сантьяго? Я тебя любила. Я тебе верила. Боже мой. Неужели может быть столько низости в одном человеке? Господи, прошу тебя, не оставляй Сантьяго без наказания за совершенное им зло. Я все стерплю, Господи. Я на все готова. Что угодно со мной делай, Господи, только сохрани мне жизнь. Я хочу дожить до того дня, когда Сантьяго расплатится за всю совершенную им несправедливость. месть. Вот чего я прошу у тебя, Господи. Мести ради справедливости. Ты лучше всех знаешь, Боже, как сильно я любила этого негодяя. Я любила этого негодяя. Господи, дай мне жизнь и месть. Это все. Это все, о чем я тебя прошу. Композитор Франциско Кабрухас, оператор Игнасио Гонсалес, Хуан Гонсалес, продюсер Эрнандо Фария, режиссер Тони Родригес. Фильм озвучен телекомпанией НТВ Плюс по заказу телесети ТНТ. Перевод Марии Криксиной. Текст читали Любовь Германова, Ирина Губанова, Александр Дик и Александр Белый. Моя любовь Германова, Плюс по заказу телекомпанией НТВ Плюс по заказе… Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok